Центр города в эти выходные вновь отдали во власть креативных горожан. Чебоксарцев и гостей столицы объединил арт-проект «Творческий бульвар» седьмой по счету. Что впечатлило моих коллег? Подробности прямо сейчас. Пройти вот так, неспешным шагом, да еще под войной сплошной, казалось бы, уму непостижимо. Но в День города и не такое возможно. Каждый год проезжая часть проспекта Ленина и улицы Карла Маркса становится пешеходным бульваром. Отщеканить памятную монету. Научиться оказывать медицинскую помощь и побить спортивные рекорды бульвара. Изучить узоры национальной вышивки и окунуться в атмосферу быта наших предков. А еще насладиться живой музыкой и стать участником танцевального флэш-моба. Творческий бульвар в этом году полностью оправдывает свое название. Танцы и песни здесь на каждом шагу. Творчество бьет через край. Хорошо, настроение хорошее. Танцуют красиво. Много известных людей. И индейцы очень красиво поют, играют. Эти фламинго очень красиво танцуют. На творческом бульваре десятки интерактивных площадок. Вот так остановочный павильон стал салоном красоты, а проезжая часть спортивным залом для футболистов и дзюдоистов. Мастер-классы для горожан подготовили и юно-армейцы. Молодцы, девочки. Жителям и гостям столицы показали и архитектурные проекты. Это дворовые площадки нового типа. Тренажеры выпускают на одном из заводов Чебоксара. Мы пока привезли в виде опытного образца. То есть это такой армрестлинг, который показывает силу. А значит, сколько можно выжить с колоколом? Доступный, как бы сказать. Доступный, не жаль. Творческий бульвар продолжает бить рекорды прошлых лет, отмечают почетные гости. Количество участников арт-проекта растет. Наши мастера своего дела все новые и новые продукты выдают, которые востребованы на рынке. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди хотят жить лучше. Мы должны любить эту землю, свой город мы должны любить, свою республику, свою любимую Россию. Поэтому это никогда не будет неактуальным, всегда будет востребованным, популярным, современным. У нас есть понимание и желание одного, чтобы город из года в год стал краше, лучше. Самое главное – богаче. Богаче в духовном плане, в культурном. Сегодня мы это видим. В этом году на Творческом бульваре негде было и яблоко упасть. В центре города – людское море. Впрочем, точное количество гостей еще предстоит подсчитать. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.